Хирургия. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего с жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, поношенной в чученцовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространявшая зловоние. В приемную входит дьячок вонмиглазов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт. На носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, грестится на бутыль с коралловым раствором. Потом внимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. — А, мое вам! — издевает фельдшер. — Чем пожаловали? — С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич. — К вашей милости. Истинно и правдиво в псалтере сказаны. Извините. — Питье мое с плачем растворях. Сел на медне со старухой чай пить. И ни, боже мой, ни капельки. Ни синь порох. Хоть ложись, да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нет. А кроме того, что в самом зубе, но и на всю эту сторону, так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. С огрешихом и беззаконовахом. Студно мибо, колях души грехми, и в леносе житие мое, и жди их. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец Иреем после литургии упрекает. Косноязычен ты, Ефим Гугнив, стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. А какое судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя? Все распухше, извините, и ночь не спавше. Да. Садитесь, раскройте рот. Вон Меглазов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот. И среди пожелтевших от времени и табакозубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец диаком велели водку с хреном прикладывать. Не помогло. Кликерия Анисимовна, дай бог ей здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы. Довелели теплым молоком зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл. Бог боюсь. Пост. Предрассудок. Вырвать его нужно. Ифим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. А то вы и обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть. А что вырвать, а что каплями или прочим всем. Но то, что вы благодетели и поставлены, дай бог вам здоровья. Чтоб мы за вас денно и нощно. Отцы родные по гроб жизни. Пустяки. Скромничает фельдшер. Подходя к шкафу и ройся к инструментам. Хирургия. Пустяки. Тут во всем привычка. Твердость руки. Расплюнуть. На медне тоже, как и вы, приезжает в больницу помещик. Александр Иванович Египетский. Тоже зубом. Человек образованный. Обо всем расспрашивает. Во все входит. Как и что. Руку пожимает по имени-отчеству. В Петербурге семь лет жил. Всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом Богом молит. Вырви вы мне его, Сергей Кузьмич. Отчего ж не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами. Другой козьей ножкой. Третий ключом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку. Минуту смотрит на нее вопросительно. Потом кладет и берет щипцы. Ну-с, раскройте рот пошире. Говорит он, подходя щипцами к дичку. Сейчас мы его того расплюнуть. Тесну подрезать только. Тракции сделать по вертикальной оси. И все. Все. Благодетели вы наши. Нам, дуракам, и невдомек. А вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт. Этот легко рвать. А бывает так, что одни только корешки. Этот раз плюнуть. Накладывают щипцы. Постойте. Не дергайтесь. Сидите неподвижно. Мгновение ока. Делает тракцию. Главное, чтобы поглубже взять. Тянет. Чтобы коронка не сломалась. Отцы, наша мать пресвятая. Негова. Негова. Как его? Не хватайте руками. Пустите руки. Тянет. Сейчас. Вот-вот-вот. Дело ведь нелегкое. Отцы, родители. Кричит. Ангелы. Ого-го. Да дергай же, дергай. Что ты пять лет тянешь. Дело-то ведь хирургия. Сразу нельзя. Вот-вот-вот-вот. Восьми глазов поднимает колени до локтей. Шевелит пальцами. Выпучивает глаза. Прерывисто дышит. На багровом лице его выступает. Пот. На глазах слезы. Курятин сопит. Топчется перед яичком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты. И щипцы срываются с зуба. Яичок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. Тянул, говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. Чтоб тебя на том свете так потянуло. Благодарим покорно. Коли не умеешь рвать, так не берись. Света божьего не вижу. А ты зачем руками хватаешь, сердится фельдшер? Я тяну. А ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова. Дура. Сам ты дура. Ты думаешь, мужик, легко зуб торвать. Возьмись-ка. Это не то, что на колокольню полез до колокола, отбарабанил. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой укащик нашелся. Ишь ты. Господин уегипетскому Александр Ванчурвал. Да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя, а не хватал руками. Садись. Садись, тебе говорю. Света не вижу. Дай дух перевести. Ох. Садится. Не тяни только долго. А дергай. Ты не тяни, а дергай. Сразу. Учи ученого. Экий, господи, народ необразованный. Живи вот с такими. Очумеешь. Раскрой рот. Накладывает щипсы. Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать. Делает тракцию. Не дергайся. Зуб выходит. Застарелый. Глубоко корни пустил. Тянет. Не шевелись. Так. Так. Не шевелись. Но слышен хрустящий звук. Так и знал. Ван Меглазов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство. На бледном лице пот. Было бы не козьей ножкой, бормочет фельдшер. Какая оказия. Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы. И на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Паршивый черт, выговаривает он. Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель. Поругайся мне еще тут, бормочет фельдшер, глядя в шкаф щипцы. Невежа. Мало тебя в бурсе березой потчевали. Господин Египетский Александр Иванович в Петербурге лет семь жил. Образованность один костюм рублей сто стоит. Да и то не ругался. А ты за что? Пава такая. Ничто тебе не околеешь. Дьячок берет со стола свою просфору. И, придерживая щеку рукой, уходит во своясье.